Всех приветствую, с вами Александр, продолжаю играть модификацию ГСЕ. Переждал я выброс, теперь стоит пообщаться с группой, которую мы достали из этой таинственной аномалии. Что здесь произошло? Как я понимаю, это был Радист, которого мы убили. Видимо, тебе мы обязаны возвратом из черной дыры. Явно не вашему солдату. Какой он солдат? Это мразь, сталкер по кличке Радист. По его вине мы и попали, черт знает куда. Во время эксперимента он начал что-то нажимать на приборы, и нас затащило в аномалию. Никто и сообразить не успел, что произошло. Мы попали в какое-то гиблое место. Дрова не горят, воды нет, даже живности никакой. Чудо, что выбрались оттуда. Так это Радист? Он сказал мне, что его зовут Епифанцевым. Вранье. Это он за свою жопу боялся. Возвратить он в лагерь, его быстро к стенке поставили. Епифанцев был с нами. Когда мы отлучились по ту сторону аномалии, там оказался такой же портал. Или как-то так. Я попробовал бросать туда кое-какие вещи, записки, в надежде, что кто-то по ту сторону увидит их и смекнет. Что к чему? Ничего не вышло. То есть, может и вышло, но помощь никто не пришел. И мы решили попробовать отправить человека. Перепелкин ученый наш собрал генератор импульсов из этого хлама, что у нас был с собой. Епифанцев вызвал сладобровольцем, увы. Так тоже ничего не вышло. Вышло, я его видел. Но пальцы только не успел ничего сказать. Его застрелил Радист. Вот же мраз. И все записки он собрал. Но зато теперь он получил свое сполна. Наверное, по делу моего слушает. Ты при обыске флешки не находил? Да, нашел одну. Она тебе нужна? Там что-то важное? Да так, один хранится с патронами. Ему все равно не пригодится уже. Так, забирай, не жалко. И спасибо тебе за вызволение. Вот еще проблема с боеприпасами. Держи пару гранат для подствольника. Спасибо, пригодится. Так, и что же мы имеем в итоге? Так, третья часть флешки, в которой содержится информация о местонахождении конда и артефактов. Да, выполняем мы это задание. Епифанцев, радист, все запутанно. А я возвращаюсь к Сахарову по заданию сделать замеры. Эколог Сахаров, выполнили мы задание эколога. По идее, он должен нам уже дать настроенный прототип для того, чтобы проникнуть в лабораторию 16. Вы отлично справились. Если замеры верны, то прототип обеспечит максимальную защиту от излучения. Меченый, теперь ты сможешь пробиться в лабораторию. Но если не отключишь излучатель, то даже с пси-защитой долго там не продержишься. Мы рассчитали примерное местонахождение излучателя. Он находится в подземном помещении. Я тебя отметил на карте. Как именно попасть в лабораторию X-16, где он находится в холд? Проблемой лаборатории занимался Васильев. Около недели назад они вместе со сталкером по кличке Призрак попытались проникнуть в лабораторию. Через несколько часов нас порядком тряхнуло и излучение на время пропало. А еще через час мы получили сигнал от Васильева. Сигнал шел с болот, но потом пропал. По всей видимости, Васильев погиб. У него была точная информация по лаборатории. Где она находится? Как в нее попасть? Попробуй отыскать его тело. Возможно, найдешь и сведения о том, как отключить излучение. Все известные нам координаты я тебе скинул. Да, и безусловно, было бы интересно взглянуть на эти документы. То есть, вы думаете, они у Васильева? Возможно, в любом случае начинать нужно с поиска тела Васильева. Только в этом случае есть шанс получить точную информацию. о местонахождении лаборатории. Где-то там должно быть и тело Вашего коллеги-призрака. Вы знаете, как мне показать? Вы знаете, как мне показалось? Он знал об 16 значительно больше, чем говорил. А если он каким-то чудом выжил? Хотя, конечно, надеяться на это глупо. Хорошо, я попробую. Личная заметка в шаге от призрака. Так, посмотрим. Личные заметки в шаге от призрака. Ну вот, я почти в шаге от одного из людей-стрелка. Призрак с одним из ученых шел в лабораторию. Их 16. Одно но. Я вряд ли найду его живым. Ученые вернутся туда. Один погиб, и уже на подходе к лагере. Ученые выдали мне некое устройство для защиты от этого неизвестного излучения. Надеюсь, оно оправдает себя. Они хотят, чтобы я проник внутрь и отключил источник излучения. Тогда они смогут изучить все на месте. Ну что ж, с Богом. Так. По всей видимости, это тело Васильева, в котором будут документы. И в этих документах мы узнаем, как проникнуть в лабораторию ИХ-16. Но в данный момент я не пойду в ИХ-16. Хочу я вернуться в бар к Синяку и попробовать добить квест с этим пулеметом. И также выяснить у крота. Вернее, не у крота, а у Диггера Юры, где же находится все-таки флешка. Вторая часть флешки и как не найти этот самый Клондайк артефактов. Забрал я в баре пулемет и Синяка. Так, ну похоже, Диггер Юра убит. И убил его этот бандит, да? То есть, получается, пулемет теперь наш. Планшетный компьютер Диггера Юры. Данные из него можно скачать на свой КПК. Так, посмотрим, что здесь. Данные скачаны. Так, что у нас? Дневники. Личные заметки найдены на КПК. КПК Юры. Неимоверно. После десятков лет эта штуковина продолжает гудеть, словно она находится в рабочем состоянии. Такое впечатление, что это вечный двигатель. Только гудит он как-то слабо. Вот если бы взять и подвезти к нему дополнительное питание, тогда активируется вентилятор из короба подсоединенного к нему. Может выдуть много цен. Так, интересно. Получается, его пулемет остается у нас. А где же все-таки флешка? Которую он обещал нам дать за этот пулемет. Как бы то ни было, я продолжу поиски. Поиски флешки привели меня обратно на Агропром. Здесь я встретил такого персонажа, как Дезертир. У нас появилось задание найти Дезертирую одежду. Одежду также появилось задание письменный отчет нужно разыскать новый путь с ней Агропрома. Письменный отчет военных о переходе между Агропромом и кордоном. Этот отчет я забрал на Агропроме, где стоянка военных. Пришлось также очередной раз выносить их. Попробую использовать. Помочь Дезертирую задание обновлено. Также он просил принести ему одежду, чтобы выбраться, переодеться, чтобы его никто не узнал, так как он находится в военной форме. Заранее я прикупил этот комбинезон в лагере Сталкеров, также на Агропроме. Держи, примеряй костюмчик и пошли. Ага, пошли, ну иди-ка сюда. Я сейчас по-быстрому переоденусь и догоню тебя. И вперед на кордон. Ладно, короче, я пошел, а ты подтягивайся. Только не забудь противогаз напялить, чтобы даже тебя родная мать не узнала. А то твоя лысая голова уже здесь примелькалась. В момент расшифрует. Так, смотрим. Открывается новый переход к топам. Я не знаю пока для чего он, но именно через этот переход я попаду в топе. и выведу этого дезертира на кордон. Я думаю, скорее всего, на кордоне продолжу. Да, вернулся я на кордон, именно сюда просил дезертирую вывести. Сейчас я побеседую с Сидорой с чем по этому поводу. Привел, солдатика. Лучше бы ты консервных банок принес. Ей-богу, хехе. Впрочем, я готов. В чужие дела не лезу. Ты знаешь. Пусть поживет в лагере. Если он парень обменяемый, то и конь не двинет. И освоится быстро. Я поговорю с местными по этому поводу. Пусть приглядывают за парнем. Будь спокоен. Гнобить его никто не будет. Найдем его применение. Будет житье-бытье свое отрабатывать. Ну, а там посмотрим. Так и передай. Да. Принял он дезертира. Остается только побеседовать с ним. Я поговорил с Сидоровичем. Он согласен предупредить тебя. Спасибо, дружище. Век не забуду. Слушай, я не очень богат. Что можно взять срочно? Денег нет. Снаряга казенная. Надеюсь, что помогу тебе чем-нибудь. Но пока нечем. Сам видишь. Удачи тебе. Мечи надеюсь, что все будет хорошо. А я пойду обживаться. Если когда свезет, я вообще сбегу из этой проклятой зоны. Но пока здесь побуду. Всяко спокойнее. ни пуха. К черту, и тебе удачи. Да, выполняем мы это задание. А я продолжаю дальше искать какую-то информацию о флешке, которая должна была быть у диггера Юры. Или выполнять задание по поиску другой очередной флешки, чтобы все-таки найти нам этот клондайк артефактов. Волей судью, показался я на дикой территории. Тут нашел одно интересное место. А именно вот этот куст. Здесь получается какой-то переход. Сюда мы больше никак не можем попасть. Кроме как через этот куст. И здесь в углу я нашел арбалет. А именно он нужен нам для того, чтобы пробраться на территорию долго. Для птичков арбалет он нас не пускает. Думаю на территории бара. Я продолжу. Нужно отдать этот арбалет заказчику. Вернулся я на локацию бар. Привет, сержант. Не забыл наш уговор? Не забыл, не переживай. А ты свою часть уговора выполнил. Принес я тебе вещь. Держи. Пришлось попотеть. Так, отдаем ему арбалет. Хочу я пообщаться с Петренко по поводу нашей флешечки. Вторая часть карты. Зачем пришел? Так, тебе никто недавно не приходил, которого я ищу. Сталкер. Ко мне много всякого приходит. Его одноглазым кричат. Был такой пару дней назад, что он покупал и куда после этого ушел. Покупал много чего. А что именно, я тебе не скажу. Вдруг ты наводчик какой-ли грабитель пошел по направлению к свалке, если мне память не изменяет. Ну, спасибо и на этом. Так, еще один диалог. проблемы. Кроме тебя нет, шутник, я серьезно. Видишь сейф в углу, я потерял от него ключ, а шифру вообще никогда не знал. Так. потерял дипломат денщик скотина вроде и потеревал неподалеку в ангаре, что у входа к нам на территорию. Но вот только все боятся за дипломатом идти, дверь ангара заблокирована, придется тебе лезть через крышу, возьмешься сейф открыть, за мной не заживет. Хоть какие-то наводки на шифр есть? Вообще ноль. Я пробовал водить 123, он не открывается. Ну, еще так, что там ценного, я не помню, мне он нужен, чтобы оружие и патроны хранить. Ну как, по рукам. Так, сейф. Опа. Слышь, браток? На два слова тебя можно? Ну, пойдем. Незнакомец. Банда Кулгалова. Так, что ты нам поедаешь? Привет, я слушаю. Ну, привет, земель, я тут давно тебя ищу. Привет, мы знакомы. Конечно, у нас родина одна зона, мать ее за ногу. Как сам? Потихоньку слушай, кто ты такой? Я знаю, зачем ты сюда пришел? А пришел ты, чтобы меня найти? Я друг одноглазого, которого ты ищешь. А где радист, филин и болтун? Они все в надежном месте. Меня послали тебя найти, ну и флешку бывалого забрать. Погоди, ты точно его друг? Бля, ну, кто же? Ответь на мой вопрос, кто из вас пятерых разделил карту на пять частей? Если ты действительно тот, за кого себя выдаешь, ты должен знать. Откуда мне знать? Отдай мне флешку Истюа. Я же передам его кому следует, не отдам. Тогда иди к дороге на армейские склады. Там справа за углом в кустах тебя ждет наглазый. Скоро ты будешь работать обедом для мутантов. Так, хорошо, все вопросы закрываются по поводу флешек, походу. Сейчас я пойду отыщу для Петренко его дипломат, а потом выдвинуть в сторону армейских складов. Посмотрим, кто нас там ждет. Дипломат говорит в ангаре. Пол я отыскать сейф, его не оказалось, открыл я эти ворота с внутренней стороны. Возможно это разработчики, я поставил последний фикс, убрали на данный момент, это дипломат Петренко, так как был вылет при попытке открыть сейф этот, возможно потом его добавят, но не суть важна, это не основная сюжетная ветка, а так дополнительное задание, так же я хочу пообщаться с лидером долго. Чего стоишь? Выкладывай, зачем пришел? Так, бармен сказал, что у тебя есть какие-то задания для меня на военных складах. Так, хочу попросить выполнить одно дело лично для меня, понимаешь? нужно выкрасть реактивный реактивный огнемет М202. Так, втереться доверие к свободе, так, продолжай, я скину тебе информацию о местонахождении свободы, там тебе надо найти некого повара, члена группы свободы, он знает, где именно хранится М202, он слаб на выпивку, поэтому постарайся его напоить, возьми для этого побольше водки, на что берешься? Хорошо, я возьмусь выкрасть для тебя. Еще одно напоследок, полковник Черепанов со своими ребятами ослушался моего приказа и самовольно отправился штурмовать базу свободы, самоубийцы, ну так пусть сполна, отвечают, получают, черепа уже давно было пора проучить, не вмешиваясь в их личную войну, постарайся втереться доверие к свободе, и добудет мне М202, остальное не важно. Хорошо, добудем мы М202 ему, пока я не собираюсь вступать ни в одну из группировок, ни в свободу, ни в долг. Плохо, конечно, получилось с этим кейсом, неинтересно, но его там нету вообще. Ладно, в следующем фиксе, я думаю, патчи это пофиксят, а сейчас нам не знакомиться. из какой-то левой банды посоветовал направляться по дороге к армейским складам, там нас должен кто-то ожидать. Я хочу выяснить, кто там у нас может ожидать. Надо закрывать вопрос по этим флешкам и по поиску Клондайка артефактов. Так, умоляю, откликайтесь хоть кто-то, нам нужна помощь, здесь люди умирают. Нас не пускают в бар, мы сидим на задворках в районе восточного блокпоста. Кому-то плохо. Так, неужели нашелся кто-то, кто не боится проведать нас? А вы кто такие? Почему здесь сидите, а не в баре? Так, ты не в курсе, я думаю, уже по всему бару слух прошел, этот сталкер больной. Хочу сразу предупредить тебя, они заражены неизвестной науке инфекции, собственно, вакцины от нее нет, так что, если тебе твоя жизнь, то лучше уходи отсюда поскорее, если не хочешь заразиться сам. Спасибо за заботу, я сам, а сам почему не боишься заразиться? Я ученый, а жизнь настоящего ученого принадлежит не мне, а науке. Я занимаюсь микробиологией, так, помимо этого, может быть, удастся даже помочь, но нельзя недооценивать, какое важное знание для науки будет иметь точное наблюдение за течением заболевания, описание его симптомом. Короче, более глубоким исследованием этой болезни занимался доктор Гробовский, а я всего лишь его ассистент, и, честно сказать, просто не знаю, что мне теперь делать. Без доктора я не могу не закончить исследование, не вылечить этих двух несчастных. Где доктор Гробовский? Так, с ним приключилась скверная история. Его похитили наемники, наверное, перепутали его с Сахаровым. Так, почему ты не обращаешься за помощь к долгу? Так, его, говорит, сами долговцы не пускают. Так, если бы не я, долг бы давно прислил этих несчастных, обедняки в ужасном состоянии, то и дело, бредят на каком-то клондайке артефактов. Думаю, что стоит разобраться с этими наемниками. Очень сомневаюсь, что из этого что-то получится, не выглядит хорошо сработанной команды профессионалов. Просто дай мне их координат, я посмотрю, может, что-то и придумаю. Так, наемники находятся в темной лощине, по крайней мере, сюда было сказано принести выкуп. Ясно. Сколько времени у меня? Думаю, максимум два дня на любом случае. Спасибо тебе, береги себя. Что делать? Что делать? Да, это становится действительно очень интересно. Смотрите, бедняги, они уже похожи на зомби. И они, как говорил, этот ученый бредит о каком-то клондайке артефактов. Это и есть наводка, скорее всего, на наши флешечки. Чтобы их вылечить, нужно отправиться в лощину. Предположительно, доктор находится здесь, в лощине. Именно туда я отправляюсь, но это будет уже в следующей серии. С вами был Александр. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok